МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня среда, 16 мая, в студии Ассоль Мухамедзянова. И Рустем Каримулин. Май перевалил за половину, а это значит, что скоро, совсем скоро лето. Такая любима многими пара отпусков, сезон дач и длинных вечеров. Ждем! Сегодня во всем мире отмечается День биографов, то есть профессиональный праздник людей, пишущих исключительно биографии известных личностей. Если у вас есть знакомые биографы, обязательно их поздравьте. А сейчас подробнее о том, что вы увидите сегодня в нашей программе. Приятного аппетита! Готовим просто и быстро. В стиле альгинантная маска разгладит следы времени. Казань всегда славилась своими культурными традициями, фестивалями, концертами. Творческая жизнь бьет в нашем городе ключом. Но начнем мы с сюжета скорее об интеллектуальном событии, которое недавно прошло в нашем городе. В одной из казанских школ побывал Борис Белозеров, знаток клуба «Что? Где? Когда?» 43 года в эфир главного телеканала страны выходит интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?». Среди знатоков есть как признанные мэтры, которые играют уже много лет, так и новички, которые своим задором и блестящей игрой уже успели поразить зрителей. К таким участникам относится и Борис Белозеров, самый юный капитан команды клуба знатоков. Недавно он был в Казани и встретился с учениками 33-й школы. Музыкальные предпочтения, любимые книги, фильмы, соцсети. Учеников интересовало буквально все, связанное с гостем. Как правило, задают внезапный вопрос, на который интересно подумать над ответом, и это здорово, потому что любой вопрос – это на самом деле очень богатый ключ к новым мыслям. Вот я о многом задумался, а много и узнал о том, как думают. Мне на самом деле очень странно так говорить, потому что я вроде как сам недавно был современным подростком, а вот теперь уже нет, и теперь я узнаю, как думают современные подростки, потому что я уже вроде как взрослый. Один из важных вопросов касался участия в телепередаче «Самый умный». Тогда ученику шестого класса удалось не только показать свои интеллектуальные способности, но и установить рекорд – 40 очков за два раунда. 40 баллов у Бориса Белозерова. Такого никогда не было, друзья. Но простите меня, на фоне изменяющегося информационного мира, меняющихся людей и клонирования в том числе тоже, зачем нам клонировать людей, когда у нас есть такие экземпляры? «Борис Белозеров решил сам играть. Я хвалю вас за смелость». А это отрывок из другой телевизионной игры. Уже повзрослевший Борис в роли капитана команды «Что, где, когда». Несмотря на молодой возраст, он не боится ответственности, уверенно ведет свою команду к победе. «Борис Белозерова», «Борис Белозерова». «Вы выиграли». «Три-с-пять». «Счет становится 6-5 в пользу знатоков». Возраст не мешает, потому что развитие не очень зависит от возраста, оно зависит от пережитых впечатлений, и от прочитанных книг, и от людей, с которыми ты общался. Поэтому я стараюсь, наоборот, в этом смысле всегда взрослеть. А что же касается непосредственно того момента, ну, это было наитие. Ну, это такое вот... Интуитивно показалось, что это будет правильным решением. И на самом деле интуиция — это то, что очень хорошо помогает и капитану в игре, и человеку по жизни. Так что просто интуиция сработала в нужный момент. Повезло, что все так сложилось, но без везения тоже великих вещей не бывает. В прошлом году Борис Белозеров был признан лучшим игроком клуба «Что, где, когда» и стал обладателем «Хрустального атома» и «Хрустальной совы». Сейчас он продолжает учебу в МГИМО и в свободное время участвует в интеллектуальных играх. Его новое увлечение — придумывание интересных вопросов. Поэтому проведение игры в стенах 33-й школы он взял на себя. Доброе утро. Продолжим говорить о культурной жизни Казани. В нашей студии Рамиль Садриев, ректор Института дополнительного профессионального образования повышения квалификации специалистов в социокультурной сфере и искусства. А также у нас в гостях скрипач Михаэль Кибардин. Доброе утро. Очень рады вас видеть в нашей студии. И, конечно же, можно я буду к вам обращаться просто, Миша? Да, конечно. Вы не впервые в Казани? Нет, я в Казани второй раз. В прошлом году мы выступали здесь квартетом. И остались совершенно незабываемые впечатления о городе, о людях. И я очень рад снова быть у вас в гостях. Ой, замечательно. И вы приехали, конечно же, не просто так. Цель вашего визита — это участие в Международном образовательном форуме «Культурный транзит-2018». Расскажите, пожалуйста. Дело идет о музыкантах, о деятелях культуры, о менеджерах. Все те, кто занимается со всех сторон организацией культурного процесса нашей жизни на этой планете. И я очень рад, что я нахожусь в гостях в городе, который по праву считается одним из ведущих центров культуры на территории Российской Федерации. Как это приятно. Рамиль Эльдарович, вопрос к вам. Что еще ждет участников этого форума? Форум состоится у нас в течение двух дней, 18-18 мая. Первый день сугубо научно-методический. Весь день займет конференция, куда к нам приезжают специалисты с разных регионов Российской Федерации. В частности, могу озвучить несколько фамилий. Татьяна Всеволодна Банкина, профессор высшей школы экономики. Татьяна Неганова, директор музея Чуковска в Банкинске и еще ряд специалистов. А второй день у нас мастер-классы, открытые уроки, лекции тех же самых специалистов. И круглые столы с участием тех специалистов, которые проходят просто по общей программе. И все это мероприятие мы закрываем концертом, куда мы пригласили Михаэля Кебардина. Он выступит с ансамблем «Нобелес», который у нас базируется в городе Казани. Ну, я думаю, Михаэль сегодня обязательно порадует еще наших телезрителей своим творчеством. Ну, а мы продолжим беседу. Эта встреча главным образом для менеджмента музеев и библиотек, как мы понимаем. На ваш взгляд, в каких изменениях они нуждаются и чему хотите обучить работникам? Она не совсем только для музеев и библиотек. В общем, мы старались своим проектом охватить все направления, связанные с культурой в Республике Татарстан. И попутно получилось так, что привлекли еще другие регионы. Это у нас менеджмент и социокультурные деятельности. Это те самые дома культуры, которые находятся в районах. Есть у них возможность тоже поучаствовать в процессе. Потом тот самый менеджмент, о котором вы говорите, библиотеки, музеи. И потом еще есть такое понятие, как музыкальные школы, хореографические школы, художественные школы, которые тоже входят в ту группу, которая у нас обучается. И, в общем, с нашей стороны мы пытаемся максимально дать им еще всю эту информацию. Опять-таки, если брать Михаил Кибардин, он 17 мая проводит мастер-классы с учащимися детских музыкальных школ, колледжей и консерваторией. Так, ну, расскажите, чему вы хотите все же обучить участников форума? Моя основная задача – это обмен той информацией, которая существует в разных регионах. Она может сильно различаться. Это если брать только Российскую Федерацию. Со своей стороны, если у нас есть финансовые возможности, мы, конечно, привлекаем и специалистов из Европы, и из Соединенных Штатов Америки, и из других стран. Для примера я могу привести. Мы в прошлом году проводили конференцию Европейской Ассоциации преподавателей струнных инструментов, куда приезжал Михаил Кибардин с квартетом. Там было 91 участник только иностранный, но вот 20 стран Европы, Соединенные Штаты Америки, специалисты с Украины были. И было представлено еще 12 регионов Российской Федерации. И вот этот посыл, вот этот проект, он, в общем-то, был плановый, он был не первый. Он дает нам некий стимул дальше развивать вот это сотрудничество межнациональное, межкультурное, межобразовательное. Объединяет людей. Конечно. Основная задача именно такая. Потому что на этих связях, личных связях, профессиональных связях, потом выстраиваются дальнейшие проекты, выстраиваются дальнейшие отношения между людьми, между профессионалами. Мы, да, ну я думаю, мы обязательно продолжим после небольшой паузы. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу утреннюю беседу с нашими гостями. Это ректор Института дополнительного профессионального образования, повышение квалификации в социо-культурной сфере искусства Рамиль Садриев и скрипач Михаил Кибардин. И, конечно же, мы не можем вас отпустить без такой чарующей музыки. Скрипка сыграть нам, вернее, скрипка должна подарить нам просто минуты наслаждения. Пожалуйста, Михаил. Для жителей моего, одного из самых любимейших городов, Казани, и гостей этого города, я исполню небольшой фрагмент произведения Баха «Адажева». Баха «Адажева» Баха «Адажева» Баха «Адажева» Браво! Душа унеслась просто куда-то. Это было великолепно. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Творческих успехов и вам, и вам. Спасибо большое вам за приглашение. Спасибо за приглашение. Спасибо большое вам. Ну, а мы сейчас поменяем тему и поговорим о еде. Время поговорить и позавтракать с интересной личностью. Доброе утро, друзья. С вами Гульнара Махмутова. Значит, время делового завтрака. Вместе с Департаментом продовольствия мы торопимся в кафе «Рита» в ритме, потому что гость сегодняшней программы – советник президента Республики Татарстан Наталья Фишман. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Я родилась в Казани, я очень люблю свой город. Вы человек, который вносит большой вклад в его благоустройство и развитие. Вы гордитесь своими работами? Ну, а иначе как вообще? Я не знаю, как по-другому. Тогда как-то очень печально жить, если ты недовольна своей работой. Сложность, она в том, чтобы каждый занимался своим делом. Вот когда чиновники начинают придумывать, и потом страшно гордиться тем, что они придумали, у нас появляется что-то не очень красивое в городе. Поэтому мы не должны придумывать. Мы должны находить талантливых людей, давать возможность придумывать им, а потом следить за тем, чтобы их идеи были воплощены. Ну, это мое представление о задаче. Сегодня у нас на завтраке присутствуют воспитанники архитектурной школы «Дашка». И у них масса вопросов к вам, естественно, масса идей. Я готова, я сразу сдаюсь. Но мы уже познакомились, если честно, немного, и у них какие-то очень крутые затеи. Скажите, пожалуйста, а какие привилегии имеет женщина, работающая в правительстве, и как это сказалось на вашем карьерном росте? Это довольно спорная, сложная тема, потому что, с одной стороны, коллеги сначала так патроналистски к тебе относятся, ну, так немножечко, как-то так поотечески еще ко всему прочему. С другой стороны, в тот момент, когда ты начинаешь настаивать на своем, это проходит, и дальше уже тебе перестают делать скидки. Единственное, что, безусловно, всегда работает, это в крайних случаях, можно, конечно, как-то очень сильно расстроиться, и тогда благородные мужчины обязательно как-то размягчаются и пытаются помочь. Но этим нельзя пользоваться часто, иначе тебя не будут воспринимать всерьез. Мне интересно узнать, почему вы решили перейти к развитию социальных пространств, такие как школы, больницы и онкологические центры. Как бы задача ставится шире, чем благоустроить парки. Задача состоит в том, чтобы жизнь людей преобразовывать. Вы же, как архитекторы, должны исходить из того, что пространство, оно задает, собственно, то, как люди взаимодействуют друг с другом и формируют нашу жизнь. Какое пространство в школе? Это влияет на то, хочется или не хочется вам, например, идти в школу. Когда мы с вами говорим про больницы, мы понимаем, что, ну, вообще, среда должна помогать выздоравливать, человеку должно быть комфортно. Когда мы говорим с вами про детские поликлиники, например, мы говорим про то, что ребенку не должно быть страшно. Ему должно быть, наоборот, интересно, он должен отвлекаться от того, что у него что-то болит. Вы можете перечислить актуальные проблемы с казанскими парками на сегодняшний день? На самом деле, нам очень повезло, что в Казани достаточно серьезный объем озеленения на территории города. Главная проблема пока все-таки это управление, потому что управлять общественной территорией без большого содержания – это сложно. Но вот у нас появилась дирекция парка в Казани, которая, я думаю, что должна скоро научиться это делать. И уже этим летом у нас будет намного больше хороших мероприятий в парках, чем, например, в предыдущие годы. Сейчас активно развиваются парки. Но что насчет малых архитектурных форм, остановок, дворов? В чем трудность их развития? Мы не совсем этим занимаемся, если честно, потому что мы все-таки стараемся выбирать какое-то общественное пространство комплексное. Либо это парк, либо это бульвар, либо это набережная, либо это площадь, либо это, ну, из открытых, либо это какое-то закрытое общественное пространство, будь то ДК, больница или поликлиника. То, о чем вы говорите, это про то, что, ну, можно классно сделать парк, но если до него нельзя дойти по тротуару, то, в общем, не стоит рассчитывать, что тот придет туда в красивых туфельках и будет там задавать стандарты какой-то богемной жизни. Ключевая задача – это комплексно подходить к проектированию территории, для того, чтобы эти проблемы решались. Хотелось бы задать вопрос касательно главной улицы города. Каковы перспективы развития дворов, подземной галереи на Баумана? Баумана за год реализовать невозможно было, потому что, ну, можно переложить мощение, но мы с вами понимаем, что на самом деле, если мы там заменим мощение фонари или даже придумываем красивые зеленые какие-то интервенции в это пространство, оно, по сути, не изменится. Потому что все, что нас с вами по-настоящему раздражает – это звук, это состояние витрин, это то, что на улице происходит, ну, это вот то, что люди создают, предприниматели создают, там, туристы в каком-то смысле и так далее. Это за год сделать нельзя, у нас сейчас пройдет чемпионат мира, и я думаю, что, конечно же, Казань займется своей главной улицей. Друзья, департамент продовольствия приготовил к нашей встрече вкусный и очень полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита! Спасибо, приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Наталья, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем юным архитекторам творческих успехов, а телезрителям хорошего дня. Всем желаем приятного аппетита и продолжаем нашу программу. Сейчас информация для всех, кто верит в гороскопы. Овны, сегодня больше занимайтесь делами, которые вам по душе. Нежелательно ходить по магазинам. Поддавшись желанию, вы можете купить вещи, которые в конечном итоге перенесут вам разочарование. Обидно. Тельцы, ваши энергетические ресурсы сейчас на высоте. Активности вам не занимать, так что можно смело планировать сложные дела и мероприятия. Полученные в это время советы будут вам очень кстати. В долг постарайтесь не брать и не давать. Близнецы, сегодня все важные дела и встречи пройдут на высшем уровне. День подходит для поиска новой работы. Возможно, у вас появится много интересных идей, которые нужно воплотить в жизнь. Раки, сегодня не следует очень усердствовать на службе, так как ваши достижения могут остаться незамеченными. Время подумать, нет ли в вашей жизни того, что мешает вам двигаться вперед. Лев, в этот день берегите свою нервную систему. Повышенная нервозность в общении с коллегами или членами семьи может обернуться для вас ухудшением здоровья. В финансовых вопросах нужно быть более сдержанными. Девы, сегодня лучше сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Не слушайте окружающих, ваша голова окажется более светлой. Ну что ж, а мы продолжим, и прямо сейчас мы уже готовы передать слово детям. Узнаем, для чего нужны пуговицы. Мы расскажем про пуговицы. Пуговицы похожи на таблетки, только они с дырочками. А дырочки нужны, чтобы туда засовывать вилевки. Они нужны, чтобы застегиваться. А если не будешь застегиваться, над тобой будут все смеяться. А если застегнуться, будешь похож на крутого человека. Пуговицы живут на одессе рядом с дырками. Их нужно расщегивать и застегивать, и присылать нитками. Пуговицы живут только на одессе, а на сумках застегки. Это потому, что я такую застегку видела у мамы. Пуговицы закрывают майку. А если не было пуговицы, было бы видно майку, и лежит большой живот. Они живут в карманах, охраняют конфеты, чтобы никто не забрал и не плакал. А еще пуговицы бывают до красоты. Там есть сердечко, звездочка и цветочек. Их покупают только девочки и мамы. Пуговицы без рубашки никому не нужны. А если пуговица оторвется, ее нужно или пришить, или вытянуть. Пуговицы играть нельзя, потому что если ее можно засунуть в рот, и случайно проглотить, вздохнуться и умереть. Пуговицы нужны только пришитые. Да, пуговицы обязательно должны быть только пришитыми. Ни в коем случае нельзя их глотать. И вот дети, они же все-таки такие умнички. На любой вопрос у них будет тысяча ответов. Свой очень правильный ответ, я бы сказал. Не можете рано вставать, потому что поздно ложитесь. А если лечь пораньше, то уснуть все равно не удастся. Тогда следующая информация специально для вас. Специалисты советуют таким людям не спать с закрытыми шторами, чтобы по утрам впускать в комнату солнце. Так же, как можно меньше, нужно пользоваться искусственным освещением. В течение дня рекомендуется как можно больше времени проводить или просто даже смотреть на солнце. И тогда, возможно, ваш организм научится правильно реагировать на смену дня и ночи. И вы сможете засыпать не за полночь, а в 10 часов вечера. Только главное на солнце смотреть осторожно. Продолжаем говорить о здоровье. Оно невозможно без тренировок. Парная тренировка. Парная тренировка – это отличное совместное времяпровождение, общее хобби и еще одна возможность совместить приятное с полезным. Скручивание. Сядьте напротив друг друга. Поднимите корпус за счет силы мышц пресса. На каждый повтор касайтесь ладоней вашего партнера. Выполняйте упражнение в течение одной минуты. Планка плюс отжимания с хлопком. Один из партнеров принимает упор на колени, руки прямые, ладони под плечами. Его задача – отжиматься, почти касаясь грудью пола. Второй партнер становится в планку, удерживая спину ровно, а пресс в напряжении. Упражнение выполняется в течение одной минуты. Дай пять. Примите упор лежа напротив друг друга на таком расстоянии, чтобы дотягиваться до партнера вытянутыми руками. Отжимайтесь, а при подъеме давайте пять партнеру правой рукой по левой руке. Теперь сделайте второе отжимание и дайте пять уже левой рукой по правой руке. Сделайте по десять повторений на каждую руку. Приседание. Встаньте напротив друг друга и возьмитесь за руки. На вдохе сделайте скрестный выпад назад. Вернитесь в исходное положение и, удерживая друг друга руками, присядьте, сгибая ноги в коленных суставах до угла в 90 градусов. Подъем ног. Партнер внизу выполняет классические подъемы ног. Поясница прижата к полу. Для опоры необходимо обхватить ноги партнера. Задача второго партнера – толкать ноги вниз, как только они достигнут прямого угла. Это позволяет создать дополнительное сопротивление и отлично проработать нижний пресс. Тренируйтесь и будьте в форме! Мне кажется, парные занятия хороши тем, что можно подбадривать друг друга. В первую очередь, а во-вторых, прогонять лень. Знаешь, пойдем уже. Давай, пойдем, давай вместе. Подпитываться энергией друг друга и наслаждаться обществом. Ну что, будем наслаждаться прекрасной погодой. Я думаю, она еще порадует нас не один день. Все же, в конце концов, уже лето вот-вот настанет. И Даниил Кинжаев готов нам рассказать, что ожидает нас сегодня. Даниил Кинжаев, привет-привет. Расскажи, что сегодня нас ждет. Привет-привет, ребят. Всем здрасте, доброе утро. Вы только посмотрите, какое прекрасное место нашел для того, чтобы вам рассказать о погоде в Казани. Ну, конечно же, для начала по старой своей традиции я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Итак, давайте начнем. Сегодня 16 мая, и люди в старину говорили, что именно с этого дня прибавляется молоко у коров. Хозяйки этому были безумно рады, поскольку в деревнях в старину молоко являлось чуть ли не единственным продуктом питания. А еще этот период известен тем, что сейчас начинает свисти черемуха. И люди в деревнях, в селах говорили, что раз начинает свисти черемуха, это значит, что скоро наступит черемуховая холода. Действительно, черемуховые холода наступят, но не сегодня. А на выходных будет холодно, будет идти дождик. Но мне лишь остается вам напомнить о погоде в Казани на сегодня. Температура воздуха днем составит 24 градуса. Вечером будет чуть прохладнее, плюс 17. Целый день будет вот такая вот ясная солнечная погода. Будет тепло. Но вечером набегут тучки, но не будет дождя. Это все, к счастью. У меня, друзья, на этом все. Всем отличного настроения. Радуйте себя и своих близких. Пока! Ну, глядя на такую сочную зеленую траву, понятно, почему у коров прибавляется молока. Это точно. Ну, а сейчас посмотрим рекламу, а после нее вы узнаете, кому поможет альгинантная маска. И как приготовить запеканку по оригинальному рецепту. Ждите, мы скоро вернемся. Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. Можно ли замедлить старение? Всемирная организация здравоохранения уверяет, что можно, но нужно как можно раньше начинать следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни. Неправильные пищевые привычки в молодости ведут к необратимым изменениям в клетках. Повернуть вспять этот процесс, увы, будет нельзя. Итак, что же съесть, чтобы не постареть? Прежде всего, это растительная пища. Зелень, овощи, фрукты, бобовые и орехи, продукты из цельного зерна и растительные масла. Полезные морепродукты, жирная рыба, кисломолочные продукты и молочные с низким содержанием жира. Такая диета имеет противовоспалительный эффект и даже снижает негативное влияние вредных привычек. В нашем сегодняшнем рецепте, кстати, есть некоторые из пересчисленных нами только что продуктов. Записывайте, запоминайте. Для приготовления детской творожной запеканки вам потребуется 200 граммов творога, одно яйцо, один спелый банан, горсть изюма, две столовые ложки сметаны, несколько капель лимонного сока и две-три столовые ложки манной крупы. Сначала измельчите банан в пюре. Сделать это можно в блендере или при помощи вилки. В отдельной миске разотрите творог с яйцом. Добавьте банановое пюре, туда всыпьте манную крупу. И все тщательно перемешайте. В завершении добавьте изюм и лимонный сок. Масса готова для запекания. Для этого смажьте маслом форму. Ровно распределите готовую массу, а ее поверхность смажьте сметаной. Запеканка готовится при температуре 180 градусов примерно полчаса. Готовность можно определить и по золотистой корочке. Остудите и подавайте на стол. Запеканка будет еще вкуснее со сметаной, джемом или вареньем. Приятного аппетита вам и вашему ребенку. Мы продолжаем. Не успела потеплеть, а новая тенденция летнего макияжа 2018. Тут как тут. Этим летом на глазах модных девушек будет лиловый. Также в макияж вернется хайлайтер. Сияют глаза, скулы, губы. В общем, сияющие девушки будут повсюду. Также еще один трендовый цвет сезона. Золотой он везде. И в одежде, и в обуви, и в макияже. Продвинутые визажисты накладывают его на все веко. А мы продолжим также советами из области красоты. Пигментация, жирный блеск, сухость, шелушение. Эти проблемы кожи лица знакомы многим женщинам от 30 и старше. Центры красоты предлагают огромное разнообразие процедур по омоложению кожи лица и тела. Одной из наиболее популярных является альгинатная маска. Позволяющая добиться ошеломляющего эффекта всего за несколько сеансов. Сейчас мы с вами проведем процедуру альгинатной маски. Во времени она займет у нас 20 минут. Предварительно лицо очищается гелем или молочком. Делается легкий пилинг и после этого наносится маска. Маска накладывается полностью на лицо, закрывая глаза и губы. Поэтому глаза закрываем, начну накладывать глаз. Содержит альгинаты морских водорослей с добавлением коллагена и экстракта алоэ. Маска рекомендована для возрастной кожи. Альгинатная маска охлаждает и освежает кожу. Цвет лица значительно улучшается. Быстрее заживают мелкие трещинки и ранки. Эта процедура помогает добиться отличного лифтинг-эффекта. Благодаря альгинатам повышается упругость кожи. Кровообращение в клетках улучшается. Противопоказания к альгинатной маске – это открытые раны на лице и индивидуальная непереносимость морских водорослей. 20 минут у нас прошло. Можно маску снимать. Она уже застыла. Маску рекомендуется делать 1 раз в неделю. Желательно курсом. 10-15 процедур. После курса процедур лицо обретет более четкий контур. А улучшенное местное кровообращение поможет надолго сохранить эффект. Как мы уже говорили в начале нашей программы, уже совсем-совсем скоро наступит время отпусков. Хотя уже многие, наверное, отправились к морю. И сейчас, дорогие девушки, самое время подготовить свое лицо и тело к летнему сезону. Вот, кстати, ты как планируешь лето провести? Я планирую лето провести как обычно, отдыхать, веселиться на работе. Ты знаешь, хорошие у тебя планы, но мне кажется, хотя бы выходные обязательно нужно отправляться за город. Погода, благо, радует, солнышко светит. И несмотря на то, что Даниор напугал нас и сказал, что эти выходные будут холодными, на самом деле не такими уж они будут холодными, на пару градусов температура буквально понизится. Ну и что, что дождик пойдет. Это же освежит воздух, ты согласен с тобой? Конечно, конечно. Любые изменения погоды, мне кажется, это очень хорошо. Что жарко, что немножечко прохладно. Все должно сменяться, что-то не надоело. Ну, а сейчас очередной сюжет для наших телезрителей, очередной лайфхак от нашего коллеги Олега Кондрашова. Что же он сейчас интересного нам покажет? Здравствуйте. Правда, ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. Я, Олег Кондрашов, подскажу пару-тройку идей, как облегчить вашу жизнь. Наверняка у каждого была такая ситуация, когда после ремонта в стене от гвоздей остаются такие вот неприятные дырочки. Но не огорчайтесь, это очень легко исправить с помощью обычной зубной пасты. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это недоразумение очень легко исправить с помощью той же самой зубной пасты. Ну что, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только пытливый ум нашего умельца мог, наверное, привести к тому, что с помощью зубной щетки и пасты почистить кроссовки. Знаете, он чистил зубы и подумал, что, скорее всего, можно и что-то еще почистить. Да, к лету подготовиться. Я теперь знаю, кому стоит отдать свои испачканные кроссовки. Ну а сейчас советы для мамочек. Смотрим внимательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда, чтобы заняться с ребенком чем-то полезным и увлекательным, не требуется каких-то особенных материалов, больших затрат и много времени. В сегодняшнем ролике мы покажем вам, как из обычного крахмала и воды можно создать смесь, которую увлечет не только ребенка, но и наверняка многие взрослых. При смешивании кукурузного или картофельного крахмала с водой в пропорции 2,5 к 1 выходит очень интересная субстанция, получившая название не-нютоновская жидкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вымешивайте смесь, постепенно добавляя воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только концентрация смеси начнет вам нравиться, воду можно отставить. Чем меньше воды, тем жидкость дольше находится в твердом состоянии. Много воды очень быстро становится жидкой. Надо найти баланс между этими двумя состояниями. Если вы перелили воды, не расстраивайтесь, или подождите, пока крахмал осядет, и лишнюю воду можно будет слить, или добавьте еще крахмал. Когда смесь будет готова к игре, начинайте эксперименты. При интенсивном и быстром воздействии субстанция проявляет свойства твердого, а при медленном ведет себя как жидкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занятия подобного рода помогают развивать воображение, мелкую моторику рук и сенсорику, дают интересные познания об окружающем мире и свойствах предметов. Обязательно попробуйте! Из любых подручных средств можно придумать занятия для себя и для ребенка. Главное, фантазию немножечко свою приложите, и все будет весело. Да, и самое главное, интересное и познавательное для детей. Ну а мы продолжаем, и сейчас самое время узнать, что же сегодня своим телезрителям предлагает телеганал ТНВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они любят то, чем занимаются. Фольклор для них – образ жизни. Петь – так от души, танцевать – так с задором. Хор народной песни «Каравай» сегодня в 13.00 на ТНВ. На кухне Руслана Шарафудинова готовится блюдо, о котором вы точно еще не слышали. Это такой Айгуль. А сегодня мы с вами будем готовить костебургер, и этот бургер специально для вас. Актриса театра имени Голиаскара Камала Айгуля Башева готовит костебы по-своему. А начинка нашего костебургера будет из фарша? Да, положим туда котлетки, помидорки, огурчики. Думаете, что приготовить? Тогда не пропустите. Секреты татарской кухни сегодня в 14.00 на ТНВ. Семья Мищенко уже приглашала в гости врача Фариду Габитову. На этот раз они расскажут, как познакомились и почему летать – это здорово. Не пропустите сегодня в 14.45 на ТНВ. Как всегда, на нашем канале очень много интересных программ. Я уверена, что каждый найдет себе что-то по вкусу. Ну а сейчас встречаем Камилу Хакимулину. Она расскажет нам о других культурных событиях, которые произойдут в нашем городе сегодня. Доброе утро! Сегодня 16 мая, и с вами Камила Хакимулина. Неделя в самом разгаре. Вечером в Казани будет происходить много всего интересного. Например, в наш город приехали легендарные гости. Внимание к сюжету! Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Уже более 40 лет папа российского рока радует поклонников своим творчеством. Он умеет совмещать в едином стиле такие разные направления, как петербургский романс, ирландскую балладу, американский фолк и ямайское регги. Если вы еще не слышали Гребенщиков вживую, приходите на этот концерт. Пионер российской танго-эстрады Александр Митинев привезет в Казань сразу пять музыкальных премьер. Вместе с камерным оркестром «Ля Примавера» он исполнит сочинения Сергея Тирханова, Луиса Бакалова, Роберто Димарина, Нестора Маркони и Дуилио Добрино. За дирижерским пультом Рустем Авязов. Разнообразный получается вечер, не правда ли? Но движемся далее. Напомню вам о прекрасном спектакле и расскажу о невероятном финале конкурса красоты. Смотрим! Спектакль «Глумов». Режиссер Александр Славутский выстраивает постановку как остроумную историю о герое нашего времени, ведущего игру чужими жизнями и собственной душой. Но когда цель всей жизни уже близка, происходят события, которые меняют все. Не пропустите! Мини-мисс Татарстан 2018. Финал конкурса с участием самых красивых и талантливых девочек республики в программе «Кефиле», а также выступлении детских творческих коллективов. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. До завтра! Пока-пока, Камила, спасибо большое. Ну, а сейчас у нас с продолжением настропрогноза. Весы. Вам предстоит систематизировать дела, которыми придется заниматься в будущем. Вечером побалуйте себя хорошей едой. Можно запланировать поход в ресторан или просто устроить семейный ужин. Теперь я знаю, чем заняться вечером. Скорпионы, сегодня не следует заниматься рискованными делами. Вечером избегайте критики в адрес близких людей. Это может привести к ссорам. Вообще нужно меньше критиковать. Стрелец, чем меньше вы будете проявлять инициативу, тем лучше. В самых простых ситуациях вам может показаться, что вас хотят обидеть. И закончится все конфликтом. Спокойно. Козероги. Эти сутки предполагают активные действия. Также можно браться за новые дела и строить грандиозные планы. Сейчас будет полезно общение с друзьями. Живой обмен мнениями. Водолеи. Будьте рискованнее в принятии решений. Не опасайтесь доверять знакомым. Сегодня положительные эмоции принесет общение с близкими по духу людьми. Рыбы. На работе нужно продолжать начатые дела, наводить порядок. Вечер лучше проведите в кругу семьи. Благоприятное расположение планет поможет вам прийти к общему мнению с ними в любых вопросах. А наша программа на этом завершается. А вот что вы увидите завтра. Здоровье в дорогу. Какие прививки нужно сделать перед поездкой за границу? Забери меня мама. Рассказ о Денисе, которому очень нужна семья. Советы юриста. Кому нужен брачный договор? Эта неделя уже плавно движется к своей середине. И уже, так сказать, и уже среда. И самое главное, что с каждым днем все лучше становится на улице. И все меньше охота сидеть уже где-то в помещении, в здании. Поэтому мы желаем вам хорошей продолжения недели. И что самое главное, побольше времени на свежем воздухе. Конечно. Сегодня с вами были Рустем Каримулин. И Ассоль Махмедьянова. Отличного дня. Увидимся завтра на ТНВ 8.10 утра. Всем пока. У вас любил. Субтитры сделал DimaTorzok